Здравствуйте, доброе утро! У нас утро. Я приглашаю вас снова на нашу прогулку и сегодняшнее видео в продолжение моего вчерашнего видео. Я включу в это видео несколько отрезков, которые я нашла на ТикТоке. И все эти видео отрезки они из города Уральск, скажем, из того региона, откуда я родом. Так, сон выглядит. Хотел дела сделать по-быстрому заскочить, что-то там сделать вообще не вариант. Ну вот смотрите, что получается, что длинные очереди в ЦОН, потому что граждане России не могут бессрочно пребывать на территории Казахстана, срок их ограничен. Если кто-то находит, допустим, квартиру, где хозяева могут им оформить, помочь оформить временную регистрацию, то это временная регистрация на 90 дней. Без временной регистрации люди могут находиться 30 дней. То есть через месяц, рано или поздно, все эти вот люди поедут обратно в Россию. Должны будут выехать на границу. Я знаю, что сейчас многие, наверное, поедут на границу с Узбекистаном и Кыргызстаном, чтобы выехать, снова заехать, потому что таким образом продлить. Но по факту, что получается, вы знаете, государство, Казахстан, наверное, правительство должно, наверное, включиться во весь этот ужас. Ну вот смотрите, что происходит. Ситуация на границе, приграничных городах начинает выходить из масштабов, с которыми могут справляться волонтеры или даже городская управа. То есть все эти люди, они, по сути дела, не туристы. Все эти люди так или иначе бегут от войны. И я знаю, что сейчас очень многие казахи против этого, просят закрыть границу, потому что экономически все эти беженцы, потому что это беженцы, они напрягают приграничные города Казахстана. Цены на жилье выросли. Очереди в ЦОН, система госуслуг напряжена до предела. Город не справляется, допустим, Уральского. Еле-еле кое-как. Я знаю, что приезжим, которые не смогли устроиться никуда не на ночлег, даже открыли кинотеатр, чтобы они там ночевали. То есть, понимаете, это ситуация, когда эти люди, по сути дела, не являются туристами или просто визитерами в стране. У них нет никакого, скажем так, у них нет никаких дел для пребывания в Казахстане. Единицы только, которые имеют родственников, знакомых, какие-то связи в Казахстане, чтобы оставаться подольше и как-то справляться со своими бытовыми необходимостями, нуждами, да, чтобы пребывать в Казахстане более-менее в комфортных условиях. Были даже кадры в ТикТоке, где люди ночевали на скамейках. То есть, там волонтеры даже раздают одеяло, матрасы, знаете, чтобы люди хотя бы не на голой земле спали. То есть, вообще, ну, как бы, поскорее уже тогда референдум в этом Херсоне, вот этот вот псевдореферендум закончился. И тогда вы уже, ну, знаете, вот в этой ситуации хочется, чтобы побыстрее, как бы, Кремль разразился, либо они воюют, либо не воюют. Вот. И я считаю, что, знаете, каждый человек имеет право на выживание, и это не дезертиры, это люди, которые не хотят воевать. У любого человека должен быть выбор, чтобы не ставить себя в ситуацию, да, когда ему придётся идти на войну и кого-то убивать, и быть там убитым. То есть, все люди имеют право на жизнь и на достойное существование. А, как бы, вот некоторые говорят, закройте границы, пусть они ему уедут воевать. Нет, не надо. Почему? Зачем помогать Путину, собирать их войска? Зачем? Вы знаете, бегут молодые мужчины, именно вот эта вот категория А, Б, которая там у них объявлена, и пусть бегут, и нужно их останавливать. Каждый человек имеет право на то, что вы... Это беженцы, господа казахстанцы, и именно так к ним относите, это беженцы. Другое дело, что государство должно принять какие-то меры, вводить им статус беженца, пересчитать их всех, зарегистрировать и взять на учёт. Понимаете, чтобы не бегало по Казахстану свободное количество взрослых мужиков, знаете, такого возраста для того, чтобы в войнушку играть, чтобы они спокойно по Казахстану не перемещались, вот в чём дело, чтобы они были учтены. Вот что должен сделать Казахстан. Открыть для них, чтобы не напрягались вот эти вот, знаете, чтобы не было вот этого ажиотажа с сдачей квартиры, когда цены в два-три раза поднимают, и бессовестные вот эти вот квартиродатели, да, которые выселяют казахстанцев и заселяют туда россиян. Вот даже кто-то предлагал на ТикТоке создать базу данных этих людей, этих квартиросъёмщиков, и внести их в чёрный список, потому что россияне эти все завтра уедут, а казахи, чтобы из принципа не снимали квартиру этих людей. Но дело не в этом, а в том, что Казахстан сейчас на правительственном уровне должен решать эту проблему, потому что эта проблема, и она выходит из-под контроля. Вы знаете, с 21-го числа идёт не бесконечный поток, бесконечный, бесконечный. И он будет идти, пока россияне не закроют границы. Я считаю, что Казахстан пока не должен закрывать границы, да и вообще даже на момент, потому что я уверена, что Россия, Кремль будет собирать эти войска в несколько призывов. Сейчас 1 октября срочников начнут там призывать. Их всех, мам и папа, сейчас спасают на территорию Казахстана, потому что границы пока ещё открытые, и они могут переехать по внутреннему паспорту. Если кто не знает, да, что для того, чтобы получить международный паспорт, россияне должны идти в военкомат, там, получить какую-то справку для паспортного стола. Ну вот так вот, зачем идти за этой справку, если тебя могут замести, да? Пусть едут в Казахстан. Другое дело, что правительство Казахстана, это уже не проблема регионов становится. Это уже проблема Казахстана, это уже республиканский уровень. То есть президент Тукаев должен решать это. Им должны давать статус беженцев, их должны пересчитать, взять на учёт, понимаете, переписать всех поимённо, отметить, где они остановились, где они живут, чтобы они потом не бегали по Казахстану. А не вот так вот сидеть и смотреть, понимаете? Потому что в данный момент только волонтёры работают. Знаете, на этом у меня всё. А, ну, хотел ещё добавить. Знаете, общие тенденции людей, которые заезжают в Казахстан, казахстанцы не обольщайтесь. Эти люди не против Путина. Они против мобилизации. Они не за Украину. Они не за мир во всём мире. Они против мобилизации. Поэтому казахстанцы, если увидите кого-то, с буковкой «З» от зигующих бейте морды. Вот так. Потому что россияне, которые пересекают границу с Казахстаном, они всё-таки должны понимать, что то, что Россия творит в Украине, это большой ноу-ноу. Это вообще уже переходит все границы. А сейчас, понимаете, война вышла из телевизора, у них запахло жареным в одно место, поэтому они к нам бегают. Но я считаю, что пусть бегут. По Путину не надо помогать собирать войска. На этом у меня всё. Пока. Всем счастья, добра и будьте терпимее. Всем пока.